Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз и с вами я, Ирада. Сегодня я приготовлю творожные рогалики. У нас в Азербайджане их называют мутаки. Существует множество рецептов рогаликов на сметане, на кефире, рогалики из песочного, слоеного или даже дрожжевого теста. Мой рецепт творожных рогаликов один из самых простых. Творожные рогалики по этому рецепту готовятся очень быстро и получаются невероятно вкусными. Лично для меня рогалики – это вкус детства. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! Пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовлению творожных рогаликов, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мне понадобится творог. Сегодня я использую достаточно жирный деревенский творог. Вы же берите творог на своё усмотрение. Также мне понадобится масло. Сегодня я беру качественный маргарин, но можно использовать сливочное масло. Мука, сахарный песок, сахарная пудра для посыпки, ванильный сахар для теста и для начинки, кардамон, питьевая сода и щепотка соли. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Итак, как всегда, перед выпечкой просеиваю муку. Выпечка из просеянной муки получается более пышной и воздушной. Из муки удаляются посторонние примеси и она обогащается кислородом воздуха. Соду, ванильный сахар и соль перемешиваю с мукой. Затем охлаждённое масло перетираю с мукой до мелкой крошки. Тесто должно получиться сыпучим. Его можно собрать в тугой комок, но стоит лишь дотронуться до него, оно тут же рассыпается. Все отлично! Перехожу к следующему этапу, а именно мешаю тесто с творогом. Тесто сначала вымешиваю в миске, а затем для удобства на столе. Тесто сначала вымешиваю в миске, а затем для удобства на столе. и убираю в сторону. Даю тесту отдохнуть 10-15 минут, а сама в это время занимаюсь начинкой. На самом деле, начинка эта громко сказана, но вы сейчас сами все увидите. Насыпаю в глубокую посуду стакан сахара, добавляю растолчённый в ступке кардамон и ванильный сахар. Все! Начинка тоже готова. Если вы не любитель кардамона, то его можно и не класть. Но должна отметить, что именно кардамон придает творожным рогаликам незабываемый аромат. Перехожу к основному этапу приготовления рогаликов. Делю тесто на четыре части, делаю из каждой части колобок, один колобок раскатываю, а остальные укрываю полотенцем, чтобы они не заветрились. Толщина раскатанного теста 2-3 мм, а диаметр 26-28 см. Но я думаю, это всё же выбор каждого. Мы не любим слишком мелкие рогалики, и длина моих рогаликов получается 7-8 см, а ширина и высота соответствуют этому параметру. Теперь раскатала тесто в круглый пласт. Чтобы край у круга получился ровным, можно положить на тесто какую-нибудь круглую посуду или крышку, и подрезать его. Но я не вижу в этом необходимости, ведь края аккуратненько завернутся вовнутрь. На круглый пласт сверху насыпаю начинку. Чуть-чуть утрамбовываю её в тесто, затем разрезаю тесто на 12 частей. Я делаю это с помощью пиццерезки, но можно разрезать и с помощью ножа. Можно даже сперва разрезать, а затем насыпать начинку. Это не отражается на качестве и вкусе конечного продукта. Полученные треугольники закручиваю от края круга к его центру. Сначала складываю нижние края вовнутрь, а затем закручиваю к центру. И так со всеми треугольниками. Получаются очень симпатичные печенья рогалики. Продолжение следует... Рогалики по форме похожи на круглую подушку-подлокотник, которую у нас в Азербайджане называют мутаке. Отсюда и название печенья мутаки. Продолжение следует... Закрученные рогалики кладу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляю в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Пеку 20-25 минут в режиме верх-низ без конвекции. Достаю из духовки. Еще в горячем виде посыпаю сахарной пудрой. При подаче на стол еще раз посыпаю сахарной пудрой для того, чтобы закрепить успех. И... Вуаля! Простые в приготовлении, обогащенные кальцием, мягкие, нежные, воздушные, незабываемо вкусные и ароматные творожные рогалики готовы! Попробуйте приготовить творожные рогалики к чаю для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Всем приятного аппетита! Друзья, я была рада поделиться своим рецептом творожных рогаликов. Уверена, вы согласитесь со мной в том, что приготовить творожные рогалики очень и очень просто, а получаются они весьма достойными. А как вы готовите рогалики и какие еще рецепты печенья интересуют вас? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока! И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok